Это все выращено в небольшом подсобном хозяйстве. У Светланы Гвардейцевы настоящее семейное производство. На Самарскую ярмарку из Безенчугского района приезжает уже несколько лет. Впереди еще два полноценных выходных для торговли, а помидоры в банках, например, уже раскупили. Хозяйка рассказывает, весь год ждут ярмарку, этим и живут. Сколько лет ярмарка длится, сначала муж торговал, а потом вот стали вместе торговать. Сначала начинаем овощами, помидоры, огуречки, а вот когда грибы поспевают, уже мы торгуем соленостями. Спасибо, что организовывают эту ярмарку. Можно где реализовать все. Всегда все, как говорится, спрос большой. В этом году для фермеров на площади Кубишева организовали 270 мест для того, чтобы возможность торговать была у каждого желающего предпринимателя. Правда, при наличии необходимых документов. Участникам ярмарки здесь у нас выдвигается только одно условие. Это справка о личном подсобном хозяйстве, либо это агрохолдинг. То есть это обязательно должен быть производитель на территории, неважно, может быть и Самарской области, может быть и сопредельные регионы. У нас здесь представлены особенно вот мед, кто продает и из Башкирии, из Мордовии, из Татарстана есть люди. Самые главные судьи покупатели, и они, похоже, довольны. Сделать запасы на зиму, да и просто купить свежие продукты каждый день сюда приходит до 15 тысяч человек. Тыкву брала, клюкву брала, мед брала, ну, овощи. Здесь настоящие не перекупщики, а вот села приедут, они вот мясо продают. Это истинные труженики. Несмотря на капризы погоды и активно приближающуюся зиму, сельхозярмарка на площади Кубишева будет работать до 2 ноября включительно. Анастасия Зубарева, Максим Гусев, События.